Диспетчер 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 мокрыми тряпками входную дверь, чтобы дым не проникал. Машины выехали к вам. Дежурная служба вам честь помочь. Здравствуйте. В вашем доме у нас какой-то дым сильный, люди торчат с окошка. На какой этаж? Голубого 26. Туда выехали подразделение? Спасибо. На 9 этаже? Да, на 9 этаже. Идет дым оттуда, да? Да, сильный дым идет, там человек торчит. Не знаю, может, скорую вызвать уже, не знаю. Там очень сильный дым. Именно дым идет с 9 этажа и на этом из этого окна человек, да? Да, да, да. Он там окошко подбил уже, не знаю, может, скорую, не знаю. Туда выехали подразделение и скорая? Обратите внимание на 9 этаж. Дым из 9 этажа. Квартира. Переживаешь за людей, безусловно. Даже имея стальные нервы, приходится... Все зависит от того, как человек сам это воспринимает. То есть, для кого-то загорание обычной урны на улице, это является очень страшным пожаром. А для кого-то, когда весь дом в огне, он будет звонить и спокойно называть адрес. Без паники. То есть, это тоже, вернее, проявление паники, только оно такое спокойное. Холодность к отношению к людям, ну, невозможно так показывать. Ну, ты стараешься самообладание свое показывать, что ты держишь ситуацию под контролем. Когда человек это понимает, что ты держишь ситуацию под контролем, он становится более сговорчивее и все вспоминается сразу. Иногда люди не помнят ни адрес, ни телефон, ни этаж, вообще ничего не понимая. Вот. Переживаешь за людей, безусловно, что горит? Комната. Поезжайте скорее. В доме есть люди? Да. Кто в доме находится? Я и папа. Что? Я и папа. А где папа? Папа дома. Поезжайте скорее. Ты тоже дома? Да. Видишь, где двери? Да. Выходи на улицу. Где папа находится? Папа. Не почувствуй. Папа. Папа. Папа, дыма много. Ляжь на пол. Ляжь на пол. Там меньше дыма. Папа. Окна видишь какие-нибудь? Да. Двери закрой, папа. Ну, закрой двери. Можешь подойти к окну? Да. Окно сможешь открыть? Нет. Машины уже едут. Разбивайте окно. Папа, разбивай окно чем-нибудь. Папа, разбивай окно. Ты где находишься? Уже на улице. Нестандартные ситуации? Ну, кольцо снять пальцы, это, наверное, нестандартная ситуация. Но, то есть, всякое бывает. У меня было сообщение, когда мне звонили и говорили, что горит соседняя квартира, смежная с моей. То есть, когда назвали знакомый адрес, я сама даже приняла такую позицию, что я думала, что я как тот человек. То есть, я растерялась, правда. Бывают и курьезные ситуации, смешные. Бывает, конечно, совсем не до смеха, когда тебе звонит человек и плачет, что на лестничной площадке мама с ребенком, и они задыхаются. И ты слышишь в телефон о том, что ребенок этот плачет. И человек, уже техника выехала, все, но человек перезвонит и говорит, а он плакал, а уже не плачет. И ты понимаешь, что там лежит маленький ребенок. Вот. Это было на наших дежурных сутках. Это было 25 января. Как сейчас помню, но, к сожалению, не всегда бывает такое, что люди вызывают быстро пожарных, все происходит так, как нужно. Мы находимся на последнем этаже, на пятом. Да. Люди в квартире есть? Да, люди есть. Ребенок. Господи. Выйдите с квартиры. Вы можете из квартиры выйти? Да уже не можем. Выйдите на балкон. Мы не можем. Я открыла окно, Настя. Ляжьте на пол, накройте, пожалуйста, дыхательные пути, рот и нос, и себе, и ребенку, какие-нибудь с тряпками. Ой, тряпками, да? Ткань, вещи, что-нибудь под руку возьмите и ляжьте на пол. На все есть свои алгоритмы. Но вы же понимаете, жить по сценарию и работать по нему невозможно. Всегда какие-то ситуации, отходящие от рамок. Но есть определенные критерии, что ты приняла сообщение, и потом ты уже думаешь, что с этим делать. Ты – должностное лицо гарнизона. Все начинается с тебя. И все зависит от того, как ты приняешь свое решение. Приняла, выслала. У тебя глаза – это твое подразделение на пожаре. А ты – голос и слуг. Они смотрят, а ты уже понимаешь, что тебе нужно делать от складывающейся ситуации. Дежурная служба МЧС Чебалач. Верохарм-624-2. У нас мы в лифте застряли, и здесь идет дым, и мы уже задыхаемся в лифте. Едут потерпите немного. Что нам делать? Мы задыхаемся уже в лифте. Дышите через платок носовой, если есть, через свитер. Подождите, немного сейчас подъедут подразделения. Алло, ну вы там слышите наши работы? Да, мы слышим. Лифт застрял между первым и третьим этажом на втором. Возможности в лифт попасть нет. Так вот есть возможность открыть двери и дать им маски для спасаемых. Подали две маски. За подлесу находится два человека. Угрозы людям нет. Задымление уменьшается. У нас по регламентирующим документам мы ведем пострадавшего, как говорится. То есть мы узнаем его состояние несколько раз в день. Особенно спасенный, которого именно забрали в больницу. Бывает такое, что звонишь, спрашиваешь. То есть, ну, самому интересно, что, как закончилось. То есть иногда потом вот у нас горела квартира у женщины, у нее несколько, она многодетная семья. И потом всем городом помогали. То есть и в новостях мы это смотрели. И как-то отслеживали эту ситуацию, что действительно вот коротнула проводка. А потом мы смотрели уже итог. Ну, как-то радуешься за такое, что все хорошо. Вы знаете, в основном люди, когда звонят, благодарят, они обычно говорят, что вот, ко мне вчера приезжали по такому-то адресу. Начинают рассказывать, что у них было, как было. То есть ты конкретно знаешь, кого благодарят. То есть, ну, конечно, это гордость. Самое главное, гордость за тех ребят, которые выезжали, спасатели. Что вот они нашли свое призвание, что они такие молодцы. Гордость за того же диспетчера, за свою коллегу, которая правильно приняла, правильно выслала, правильно оказала консультативную помощь. Пока мама с ребенком рыдала в лифте, ждали, пока приедут, их освободят. Или, ну, то есть ситуация обычная, рядовая, а для человека все, он считает, что след клином сошелся. Пока диспетчер с ним говорила, для нее это обычная ситуация, а когда звонят и благодарят, это гордость. Такой была трудовая неделя. Читайте нас в Твиттере, смотрите на YouTube-канале и в социальных сетях. Впереди выходные, пусть они обойдутся без происшествий. До встречи на Беларусь-1. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин